Восточный полигон 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 Дороги здесь необходимо перестраивать, необходимо создавать новое направление, или же модернизировать старое. Вот на ваш взгляд, какой должна выстраиваться работа в этом направлении? Понимаете, в чем дело? Вы сейчас говорите с такой абсолютно утилитарной точки зрения, вы говорите, это новое месторождение, это развитие экономики и так далее. Все это верно, все это правильно, но на самом деле это сейчас не главное. Значит, главное заключается в том, что, может быть, и потому, мы вы должны уделять такое большое внимание нашим окраинам, значит, и Арктике, и Дальнему Востоку, что теряется связанность страны. Страна не связана друг с другом. То есть, а железные дороги позволят связать воедино? Не только железные дороги, вообще целостная система инфраструктуры. Значит, ведь смотрите, что получается. Вот я вам приведу даже такой, значит, простой пример, опять-таки такой, ну, может быть, утилитарный, экономический. Вот возникли проблемы в связи с санкциями. Значит, возникла проблема имбортозамещения. Вы видите, помните, сколько было разных таких шапкозакидательских настроений, о том, что, ну, что вы, ну, по крайней мере, по рыбе мы вообще не пострадаем, мы из Дальнего Востока все завезем. Были такие разговоры, да. У нас там такие огромные уловы и так далее, и так далее. Ну и что, смогли мы в полной мере заместить рыбу? Нет. А давайте посмотрим, почему. Начинается с портовых мощностей. Порт, где порты, где начинаются железные дороги. Российская Федерация на Дальнем Востоке имеет морозильной мощности 71 тысячи тонн приема рыбы сразу. Вот рядом порт Пусан, корейский, значит, он имеет мощности миллион тонн. При помощи 71 тонн, 1 тысячи тонн приема рыбы мы просто не смогли ее отправить, значит, по нашим железнодорогам. А если учесть, что с советского времени почти полностью весь рефрижетный парк вагонов был уничтожен, значит, это говорит о том, что мы не справились с этой задачей. Просто не справились, физически не справились. Это говорит о недоразвистой инфраструктуре, отсутствии связанности Востока с Западом. Значит, с такой простой задачей мы не смогли справиться. Значит, а если наступит так называемое время чека, когда еще труднее будет, тогда мы как свяжем Дальний Восток с остальной частью страны. Поэтому проблема начинается, значит, вовсе даже не с экономических вопросов, а с вопроса связанности страны. Нет единой инфраструктуры, значит, нет единства страны. Единая инфраструктура дает базу для остального единства страны, социального, политического, национального, духовного, если хотите. Вот духовный – это уже венец, да? Ну, представьте себе, как мы можем говорить о духовном единстве нашей страны, когда жители Дальнего Востока никогда за свою жизнь не бывают в европейской части страны и не видели никогда в жизни, что находится под Петербургом. Какие-то дворцы встрельные и так далее. Ну, равно как и мы, жители центральной территории, не приезжаем туда. Как обеспечить эту связанность? Материальной основой этой связанности является единая инфраструктура. К сожалению, она у нас в стране не закончена, единая инфраструктура. Она создается. Восточный полигон – проект служит развитию, создание единой транспортно-логистической системы? Конечно. Для того, чтобы обеспечить эту связанность, надо завершить те же дорожные проекты, в первую очередь, которые раньше были намечены. А какие, например? Первое – это связка «Транссиб» и «БАМ». Я еще раз говорю, что мы должны рассматривать ее вместе, именно как связку «Транссиб» и «БАМ». Почему? Потому что мы должны расточить грузы, которые ожидаем в будущем и которые уже сегодня можно запустить на нашей дороге. Ну, например, значит, как мне кажется, такая плодотворная, полезная идея, которую часто высказывают в российской железной дороге, о том, что «Транссиб» необходимо превратить в основном в высокоскоростной магистрат для пассажирского движения, для отправки контейнеров, для отправки скоропольцев грузов. А на «БАМ» необходимо переместить генеральные грузы, так называемые, которые в основном идут с востока на запад. Вот это минеральные ресурсы, сырье и так далее, и так далее. Значит, сделать это необходимо в одновременном развитии двух обоих путей. Потому что надо обеспечить провозные возможности «БАМа», которых мы не достигли никогда, проектных еще, к сожалению. На восточном участке Получи, на западном мы еще и не достигли этих результатов. И надо обеспечить под новые задачи транссибирскую магистраль, реконструкцию транссибирской магистрали. Мало того, надо еще обеспечить связи между ними. Ну, вот некоторые связи сейчас есть, да. Вы знаете, значит, ну, например, есть меридинальная железная дорога Волочаевка, Комсомольск-на-Амуре, значит, или «Малый БАМ», значит, от станции «Всковардино» до «Тынды». Надо продолжить соединение этих магистралей еще перемычками. Ну, например, вот в Амурской области надо делать перемычку, значит, которая на «БАМе» начинается в февральске, а через станцию «Гарь», будущую станцию, где железная руда идет, на Шамановск, на Транссибире. Или Макзон на Транссибире, это уже за Байкале, значит, Угаян, который находится на «БАМе». Вот в совокупности, представьте себе, вот эти, значит, два, значит, магистральных пути должны заработать, взаимодополняя и поддерживая друг друга. Естественно, что одновременно необходимо, значит, и улучшать логистику в основных пунктах, куда приедут эти железные дороги. Значит, это и портовые мощности, это и мощности по переработке, приемке грузов, которые необходимо сделать. Кроме того, надо иметь в виду, что мы ситуацию рассматриваем в статике, вот как она есть, значит, куда приходят железные дороги. Ну, допустим, Бамусь, Курсов, Гавань, значит, или Транссиб, Тайшет, скажем, Владивосток. А на самом деле надо еще продумать выходы к новым таким портам, которые можно устроить на Дальнем Востоке. Супка, Самарга такая, кусочек, отрезочек надо сделать. Из Хабаровска, значит, находку. Это рентабельное управление? Это, я вообще не говорю никакой рентабельности сейчас. Я говорю о том, что это необходимо сделать. Значит, дальше, значит, ну, этого мало на самом деле. Это мы затрагиваем только, значит, самый юг Дальнего Востока. На годы вперед вы просто обозначили программу, да, говорить мало. То есть, это все, длинная система. Существует еще настоятельная необходимость связи с северо-востоком страны, Магадана, значит, Чукотки и Камчатки с остальной частью страны. Особенно учитывая, что предправа в Камчатске – это самая лучшая бухта вообще, возможно, на планете. Значит, могла бы судить хорошим таким транспортным путем. Поэтому речь идет о северо-сибирской магистрали, которая, как известно, начинается в Нижевартовске, значит, идет через Колпашево, значит, Белый Яр, Енисейск, Кустелим, значит, возможно, Ленский, Курск и Магадан. Значит, так. И северная широтная магистраль, значит, которая, по сути дела, заканчивается сейчас в Салехарде, значит, она должна через Надым дойти до Игархи и двигаться прямо на Чукотку. Вот эти пути и связи между ними должны быть созданы независимо от каких-нибудь там сроков окупаемости, там, 10 лет, 15, пусть они окупаются столетия. Смотрите, это обеспечивает, значит, решение главной задачи, единство связанной страны. Конечно же, значит, вот так рассматриваю, это обеспечивает, кроме того, еще и каркас железных дорог. Представьте себе, можно ведь другим путем идти. Вот некоторые говорят, допустим, они сами по себе вот в условиях рынка развиваются. Вот есть какая-нибудь область, скажем, Амурская. Ну, пусть они там строят, а потом мы как-то соединим. Неправильно, не с чем соединять. Бесполезно строить железную дорогу из точки А в точку Б, если точка Б ни к чему не подключена. Начинают создать сначала каркас, опорный каркас. Знаете, как на дереве ствол растет, от него, значит, потом стволовые ветки, а потом уже мелкие, скелетные. Значит, вот этого каркаса у нас нет, это беда, это проблема. Ну, хотя бы где-то очаги каркаса есть? Очаги есть, ну, и сама транссепь – это очаг каркаса. Значит, бам, это очаг каркаса. Значит, железная дорога Беркакит, там вот Якутска, это очаг каркаса. Значит, вот эта задача решается уже на протяжении второго столетия. Началось все с Александра Третьего, когда он принял решение проложить, значит, транссепь. Вы что же думаете, значит, не было таких людей, которые говорят, куда мы идем там, она никогда не окупится. Она окупилась, значит, очень быстро, на самом деле. И не только экономические, но и политические, и так далее. Вторая работа наша – это бам, который начался в 30-е годы, но вот успешно завершился к 80-м годам, и еще сейчас нам предстоит завершить. Третья задача была начата, на самом деле. Откуда я называю вот эти станции? Колпашево, Белый Яр, Енисейска. Посмотрите, от Транссиба к ним уже подведены дороги. Казалось бы, ну куда они идут? Прям какие-то странные точки. На самом деле, это будущие точки, значит, Северо-Сибирской магистрали. Точно так же начинался и северный широтный ход. Значит, вот знаете, есть такая поразительная вещь. Вот когда обосновывали строительство железной дороги Беркакит-Тамут-Якутска, подняли старые материалы. С 48-го года экспедиция, которая была в то время высшена в Якутске, и проектировала дорогу Беркакит-Тамутск-Якутск в последующем направлении на Магадан, в своих расчетах эффективности движения поездов и так далее, уже была совершенно уверена, что, значит, к тому времени, когда начнется стройка в середине 50-х годов, уже там будет железная дорога, которая придет из Игарки. Так случилось? Вот эти все, значит, пункты, они, как бы это такой программой, что ли, обеспечения связанности Советского Союза, а сейчас Россия, они были давно, значит, разаботны, так или иначе, так или иначе, пришло время решать эти вопросы. Но, Вячеслав Анатольевич, есть проблема. Сегодня, действительно, в условиях рыночной экономики такова реальность, что есть опасения, будут построены именно те направления, те участки железной дороги, по которым будут идти сырьевые грузы, потому что они самые высокодоходные. Не скатимся ли мы сегодня к той ситуации, что вот о развитии Транссиба, как вы говорили, скоропорчатый продукт, например, что это будет, ну, несколько неэкономично возить. Ну, зачем? Выгоды никакой особо нет. И, действительно, сегодня есть такая стратегия, что а давайте мы будем пока ориентироваться на высокодоходные грузы. И вот та логистика, которую вы сказали, единый центр, да, это прекрасно, конечно, это решение многих проблем. Она опять будет отодвинута, эта стратегия, и мы скатимся к тому, что, являясь пока не дифферсивой в свою экономику, не введя каких-то других элементов для того, чтобы заработать и пополнить бюджет, к сожалению, пока торгуем нефтью и газом. Понимаете, значит, ведь, когда мы говорим о таком гармоничном развитии экономики, мы должны иметь в виду, что, конечно, мы должны стремиться к созданию высокотехнологичных отраслей и так далее, и так далее, значит, но жизнь остается жизнью, значит, и хотеть, не хотеть, а хлеб надо сеять, значит, железнодороданная медь, значит, другой вопрос, что сегодня это у нас все сориентировано на экспорт, а мы должны направить это для будущего индустриального развития нашей страны. И вот здесь вступает в силу такое понятие, как экономическая специализация макрорегионов страны. Вот на чем специализация Дальнего Востока? Значит, специализация, значит, конечно, на добыче и переработке первичных природных ресурсов, которые потом, значит, могут направляться в центры обработки, значит, европейской части страны и на юге Дальнего Востока. Значит, следует на самом деле сама по себе задача воссоздания минеральной сырой базы для наших собственных нужд, а не для нужд наших соседей, она стояла, стоит и будет стоять. И с этой точки зрения, значит, загрузка вот этих наших магистралей, она будет обеспечена отраслями специализаций Дальнего Востока. Какие это отрасли? Это рыбная промышленность, это гурнодобывающая промышленность, это лесная промышленность. Это все должно двигаться, значит, в Сибирь и европейскую часть страны и на юг Дальнего Востока. Вот для чего эти магистрали нужны. Мы не ведем сейчас речь о том, что открыть порты Дальнего Востока и все вывезти, не выкопать, а вывезти. Это первое. Второе. Вот тут-то на самом деле, значит, и появляются возможности для окупаемости этих магистралей. Значит, они будут окупаться, когда по ним реально пойдут грузы. Представьте себе, что мы создали, вот мысленно себе представьте, вот эти, ну, четыре параллельные железные дороги. Северная, Северо-Сибирская, значит, БАМ и Транссиб. Вот к ним, когда они существуют уже, появляется возможность подключения, значит, целого ряда новых проектов, новых месторождений. Ну, вот, пожалуйста, значит, взять БАМ. Там же было запланировано создание нескольких терминальных производств комплексов в советское время. Вот сейчас для бизнеса появляется возможность реализовать эти комплексы. Почему? Потому что есть магистраль, куда можно выйти. Ну, например, вот, Якутия. Вот у всех на слуху такой проект Эльга. Значит, 360 километров дороги сделана от БАМа, от станции УЛАК до самой этой Эльги. Там создается огромный угольный комплекс, который через этот кусочек этаженной дороги, 360 километров, получает выход к БАМу. А представьте себе, что если бы он не мог получить выход к БАМу, не имели бы таких мы возможностей на восточном участке БАМа. Ему выходить некуда, и он проект никогда бы не начал этот. Поэтому сама по себе магистраль создает возможность для привлечения бизнеса вот в разные такие отрасли, значит, промышленности, для создания этих территориальных производств комплексов в горной, в лесной промышленности, значит, в рыбном хозяйстве, значит, в нефтяной промышленности, газовой промышленности. И привлечения туда капитала, который участвует в строительстве железнодорог, подключаясь к этим магистралям. Это такая зона, которая находится, тянется через всю Сибирь и БАМ. А на Йоге, начиная от Владивостока, значит, предположим, через Омск и до Челябинска, эта зона должна быть высокотехнологичной производства, для которых то, о чем я говорил, сырьевые отрасли, является как бы тылом. Они поставляют туда, значит, свою продукцию, в эту зону, а получают оттуда высокотехнологическую продукцию, машиностроение, продукция, значит, IT-технологии и так далее. Это тогда, получается, сплошной пояс развития вдоль Транссибы. Вячеслав Анатольевич, и последний вопрос. Не считаете ли вы, что как раз к самим регионам, через которые пройдут эти железные дороги, где будет организовано то или иное производство, необходимо повышать климатические, скажем, финансово-климатические условия? Потому что, действительно, когда государство давляет и государство тебя заставляет работать, это одна история. И тут приходится, когда сами регионы свой инвест-климат будут улучшать самостоятельно, понимая, что если они здесь организуют производство, будет подвинена железная дорога, то они из этого что-то будут иметь и развивать свой регион. Вот буквально минута у нас. Вы правы, но это решено на федеральном уровне. И вот почему. То есть, опять государство должно заставлять. Потому что не существует ни одного субъекта федерации в артистской зоне на Дальнем Востоке, за исключением двух-трех нефтегазовых, которые имеют самодостаточный бюджет. Они получают огромную помощь со стороны федерального правительства, чтобы сбалансировать свой бюджет. И если они в той части, в которой они распоряжаются уменьшить свои доходы, то у них не сбалансируется бюджет. Этот вопрос должен решаться на федеральном уровне и должен решаться через специальные законы о развитии Дальнего Востока и Байкарского региона, на котором сейчас работает Совет Федерации. Где там даются преференции на всяких уровнях. И если мы считаем, что не надо платить налоги в субъект федерации, то этот субъект должен получиться справедливое возмещение от федерации. И примеры такие же идеи идут и по Арктике. Но это только осколочки идеи. На самом деле это комплексные большие законы. Спасибо вам огромное. И пусть ваши идеи реализуются. Спасибо. Спасибо. Напомню, это была программа «Восточный полигон». Все наши выпуски, а также выпуски новостей вы можете найти и посмотреть на сайте rjdtv.ru. Охраняйте свою территорию, смотрите РЖД ТВ. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин